Добрый вечер, дорогие друзья! Друзья, это программа «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», программа о журналистах и о новостях, которые они создают. Сегодня в нашей студии собрались репортеры, политические обозреватели, в широком смысле этого слова, журналисты, которые расскажут о том, о новостях. Да, наши гости готовы предоставить свои лучшие материалы, пока другие спорят. Мы выбираем не эмоции, а факты, причем из первых рук. Ну и начнем с новости, которая, наверное, должна шокировать кого-то. Во всяком случае, меня она удивила, по крайней мере. Математика. Данные украинских военных оказались защищены паролями. И вроде бы можно поставить точку, но нет. Паролями 1, 2, 3, 4, 5, 6 и еще один сложнейший пароль «Админ». В СУ для доступа в автоматизированную систему управления войсками Днепро несколько лет использовались пароли «Админ» и «1, 2, 3, 4, 5, 6». Вот таким образом, без каких-либо специальных знаний можно было свободно анализировать огромный массив секретной информации украинской армии. Прошло, кстати, 4 месяца после того, как это все выяснилось, но пароли все те же. Игорь. Ну, можно поздравить украинскую армию. Современная, транспарентная, то есть открытая. Ради этого стремились в Европу. Я думаю, что успехи и на фронтах будут такие же. Есть версия, почему такие пароли. Потому что с украинского перевести на английский очень сложно. Поэтому используются только цифры, потому что это не «1, 2, 3», не «1, 2, 3», это «Один», «2, 3». Я, как любитель следующего продукта, хочу сам эту новость вам рассказать. Быстрее, расскажи. Это аграрный университет в украинском городе Сумы. Разработали салозаменитель, который состоит из растительного масла и желатина. Наше сало – здоровая альтернатива обычному шпику. Продукт не очень похож на сало. И что студенты и их преподаватели вместе с журналистами решили, как принято сейчас, говорят, хайпануть. И что вот то самое космическое новое сало мы не увидим. Ну, хорошо. Давайте сразу тогда перейдем к Порошенко, который выступал, естественно, на Генассамблее ООН 73-й. И выступал с трибуны ООН. В отличие от Трампа, он упомянул Россию много раз. В основном упомянул Россию. А чего изволите, господа, не знаю, там, распластать как-то свои... Ну, давайте посмотрим просто, как он говорил. Потому что вещи, он говорил, сильные, мощные такие, интересные. Ну, да, очень. Москва превращает украинцев в сирот. Они мучают наших патриотов в тюрьмах. Полтора миллиона людей стали внутренне перемещенными лицами. Они не могут вернуться к своим домам. Россия по-прежнему множит человеческие трагедии. И эта трагедия приобретает новые масштабы, экологическую. Они отравляют украинскую почву и приносят экологическую катастрофу не только на оккупированном Крыму, но и в Донбассе также. Ну, вот по поводу экологической катастрофы. Порошенко-то говорит, что мы всячески жизнь отравляем украинцев. И про полтора миллиона украинцев. Доктор Лиза отравляет жизнь. Отравляла жизнь, когда спасала донбасских детей, которых Порошенко загонял в угол. Слушай, что вы его слушаете? Он называется президентом. Мир слушает. Ну, да, вышел человек, который рассказал то же самое практически, что он говорил в семнадцатом году, только чуть-чуть изменив фриторию. Да, вы видите, в семнадцатом году, немного дрогнул я, в смысле в семнадцатом в прошлом году. В семнадцатом в прошлом, да. Изменил чуть-чуть риторику. Он добавил туда пару фамилий каких-то ребят, которых никто вообще в принципе даже не знает, пытаясь на этом как-то сыграть. Но на этом все как бы и закончилось. То есть там даже фактов никаких нет. Если он в семнадцатом году говорил там конкретно, мы там видели войска вот здесь, паспортами тряс и все остальное, то в этом году он просто вышел. А как же они мучают наших патриотов в тюрьмах? Москва превращает украинцев в сирот. Вот есть у меня мысль одна. Дело в том, что у него аудитория с каждым годом становится все меньше и меньше. В этом году в ООН там вообще... Падают рейтинги. Полупустой зал. Ему надо поднимать рейтинги. Вот как любой телевизионный продюсер скажет. Надо дать какую-то информацию, в которую никто не поверит, но все обалдеют. Так. И поэтому вот и экология. Так может быть вы как телевизионщик с огромным стажем подскажете Порошенко какой-то ход, потому что его ходы не работают. Животные дети, как обычно, рейтинги поднимают. Какой? Что ему нужно сделать? Подождите, вот сейчас вот эти про экологию, которую мы нарушили, потому что мы своим ядом плюемся, значит, через границу и нарушаем экологию. Это первое. Полтора миллиона, значит, несчастных здесь работающих людей, которых мы не выпускаем через границу, они не могут вывести заработанные деньги, чтобы как-то прокормить свои семьи. Потому что это основная часть экономики Украины сегодня, как мне кажется, это как раз вот эти полтора миллиона арестантов, которые, значит, работают на территории России. Но он подает чуть-чуть по-другому, и из этого тут же получается шоу-бизнес. То есть ты берешь правду, переделываешь ее, и получается отличная информация. Давайте все-таки еще Порошенко посмотрим, важное замечание. Именно из-за того, что не было наказания, после Грузии появилась Украина, после Литвиненко появился Скрипаль, после Алеппо появился Длиб. У Кремля нет намерения остановиться, после оккупации Крыма они сейчас хотят оккупировать Азовское море, которое находится между Украиной и Россией. Они незаконно построили мост через Керченский пролив. Россия мешает свободе международной навигации через Керченский пролив и для украинских и иностранных судов. Я вот хотел сказать, но я вижу, Коль, что у тебя прямо из тебя... Очень хочу. Они незаконно построили мост. А что завтра? Они незаконно накормили людей? Конечно. Они незаконно построили школы, аэропорт? У них незаконно люди строят. А слушай, они незаконно в мире живут. Они незаконно не убивают друг друга. Почему я этого не делаю? И дышат тоже, наверное, незаконно. По поводу незаконной навигации, о чем сказал господин президент Украины. Там же никто проверять не будет. Но вот эти два корыта, которые шли под Керченским мостом, они письменное разрешение запрашивали у нас. Они потом отрицали, правда. Правда, потом это подтвердилось. Да, и наши лоцманы были на бортах. И более того, наши парни их еще и сопроводили аккуратненько. Мало вдруг утонет. Ну, бывает же такое. Конечно, спаси, если что-то. От старости. Мы, в принципе, Петру Алексеевичу должны сказать огромное спасибо. Потому что любой нормальный продюсер знает, что отрицательный пиар – это лучший пиар. И когда он 27 минут в отрицательном ключе говорит о России, это лучший пиар, который только может быть. Кстати, да. Вопрос еще, кто сегодня это говорит? Негодяи построили мост все-таки. Построили мост. Слушайте, друзья, можно от всего… Друзья, можно посмотрим, кто с ним говорит? Друзья, а кто с ним говорит? Серьезно. А кто с ним говорит? Нет ничего хорошего и смешного в этом. Дональд Фредович с ним говорить не стал. Дональд Фредович с ним сфотографировался, честно. Но переговоров-то никаких не было. Давайте отметим уровень компетенции людей. Но Порошенко пытался ворваться в нашу переговору. Друзья, можно я о серьезном? Он говорит, что Россия пытается обострить ситуацию на Азовском море. Но он, наверное, забыл, что именно Украина туда стягивает свои военные мощности. Да? Дело-то не в этом. Это внутреннее море, это озеро, которое разделено между Россией и Украиной. И там куча документов, которые регламентируют наши отношения с Украиной в Азовском море. Слушайте, ну у них просто усиление круче некуда. США передадут Украине два списанных патрульных катера. 30-летние. Речь идет о 110-футовых судах класса Айленд. Они списанные, 30-летние. США их передавали Грузию. Грузия не приняла, теперь Украине. Это очень мощно. Это страшно. Я подождите, 30 лет. Это как минимум не 40. Сейчас мы уйдем на рекламу, а после этого смотрите. На Украине зреет новый Донбасс, правда, с другой стороны. Обсудим. Это программа «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», и мы продолжаем. Что происходит на Украине? Там назревает настоящий церковный раскол, о котором Петр Алексеевич не говорит ни слова. Внимание. Уже сейчас незаконно захвачено более 50 храмов канонической церкви на Украине, вернуть которые законным владельцам не получается. Политики и СМИ формируют у населения страны ненависть по отношению к так называемым, это цитата, «московским попам». В Верховной Раде подготовили новые меры по легализации захватов храмов УПЦ. Лидеры раскола требуют передать им Киево-Печерскую и Почаевскую. Коль, вот если позволишь, да, вот сразу вопрос всем. То есть, почему в ООН Петру Порошенко никто на это не указывает? Вот все, что угодно слушают, все, что угодно говорят, а на конкретный раскол и возможности религиозной войны. Да нет, вопрос, религиозные войны в ООН, кому это что? Он сидел, перед ним выступал король с Василенда. Ну они же по алфавиту выступают, а перед ним выступал король с Василенда. Хороший такой, с бусами, красивый. Хорошо, у него он в кулуарах, когда Петр Антич общается с другими людьми, старшими товарищами, наставниками. Там не так все весело с точки зрения раскола, потому что сегодня, допустим, представительство католическое, ну, Ватикана в Киеве сказали, идите, знаете, куда. А вот Игорь говорит, что там это просто поддерживают. Там это поддерживают, а не никто. Ватикан официально сегодня сказал, мы никуда не лезем, ребята. Все сейчас у этого костерка греют руки на самом деле. Нет, и Ватикан тоже греет, хотя Константинопольский патриархат в первую очередь надеется погреть и получить там и помещение, и здание, и паству, да, и деньги в итоге. Вся штука. Вы говорите, что говорите. Просто геополитики у меня, извините, у меня у самого руки не очень хорошие. У меня есть домработница. Она украинка, естественно, почти, да. Она очень такая воцерковленная, верующая. Она в Москве у меня ходит в церковь, и когда ездит на Украину, у нее там тоже есть церковь, в которую она ходит. И церковь сейчас, как бы, должна перейти вот в эту украинскую. Ну да. И она не знает, что делать. Во-первых, она боится за батюшку. Она очень боится за батюшку, которая остается в русской, как бы, ипакет. Что с ним что-то произойдет. А потом я говорю, а церковь как? Что будет с церковью? Она говорит, наверное, она останется там в русской, значит, этой. Но я тогда буду бояться туда ходить, говорит она. Она потому что неизвестно. А, ты туда ходила? Иди-ка сюда. А, ты туда ходишь? Нет, не ходила, а ты туда ходишь? А, ну так, выйди-ка из церкви. Предатель, да. И боится, на самом деле, правильно, потому что только что на сайте Миротворец, опубликованы данные восьми иерархов украинской православной церкви. Аксануфри в том числе там, в списке. Аксануфри в том числе. И извините, когда человек возглавляющий церковь там, то понятно, что думают священники рядовые, да. То есть сразу же ударили, ну, по верхам, по штабам. Вот просто сказали про Ватикан, насколько я понимаю. У нас есть стата про Ватикан. И давайте просто посмотрим, да, прочитаем, как Ватикан прокомментировал заявление украинского МИДа о том, что вот Святой Престол поддерживает представление автокефалии Украине. Вот. Есть конкретные абсолютно цитаты, я читаю ее. Ватикан считал и считает вопрос украинской автокефалии внутренним вопросом православной церкви. Святой Престол не намерен предоставлять никакой оценки данного процесса. Зачем прикрываться Ватиканом? Очень большая ошибка украинских властей, что они вот так вот подставились и дали возможность Ватикану их поймать фактически на лжи, на неточности. Потому что это такой деликатный вопрос, что если уже... Вот неточности здесь, простите, Максим, слово неуместное. Это ложь откровенная и намеренная. Зачем прикрываться? Давайте так, я не знаю, зачем прикрываться Ватиканом, но мне кажется, что любая религиозная война, вообще религиозная рознь, она рано или поздно приводит к тому, что иностранные войска вводятся на эту территорию, конец 20 века, Югославия. Может быть, это какой-то план? Я, конечно, может быть, сейчас говорю... Он же просит миротворцев. Он просит миротворцев, но миротворцев они как не идут, понимаешь? Технологии управления, отвлечения внимания людей, граждан этого государства, канализирования их ненависти на какую-то социальную группу. Вот они, то Москали, то еще кто-то. Тут церковная тема. Нужно направить и немного, значит, разрядить внутреннюю ситуацию. А зачем? А, вы говорите, разрядить. А что будет в итоге? Подогреть, зарядить как следует, чтобы потом, что в Донбасс расползся нам всю Украину. Вот и все. Можно, пожалуйста, слушайте, у меня один короткий вопрос. У Порошенко можно быть такая цель? Когда были времена, чтобы Рим поддерживал православную церковь? Когда были такие времена? Ребята, вы понимаете, что это вообще страшно? Это очень, очень страшно. Мы все прекрасно помним повесть Тарас Бульба. Ну что, сынка, помогли тебе твои шляхи? И мы все понимаем, что они клали свои головы за свою веру, за православие. Они готовы были умереть. А сейчас они спрашивают разрешение у Ватикана. Не-не-не, не они. Не, вот в тонкой тонкость. В тонкой тонкость. В тонкой тонкость. Верующие истинно люди, которые действительно ходят в церковь и действительно не используют церковь в каких-то политических своих играх, они-то готовы класть свои жизни за свою веру. А Петр Порошенко, что такое сугубо верующий человек, это совершенно другое. Прекрасно, что за Петром Порошенко нет Бога. Что о нем еще можно сказать? Когда не было, это советские функционеры. Проблема в том, что мы не очень хотим. В чем идея Порошенко? Он как невоцеркленный человек, не разбирающийся в каноничности православия. Он считает, что все православные церкви или христианские церкви, которые на Украине есть, включая раскольничие откровенные, он хочет объединить в одну, которая будет управлять через общество. И католики совершенно очевидно понимают, что в его фантазиях, вот эта одна какая-то вселенская, всегалактическая украинская церковь имени святого Порошенко, у него, кстати, в доме иконы свои же, со своим лицом есть. Вот она так или иначе... А можно здесь остановиться, у Порошенко есть иконы со своим изображением? Своей семьей, да, у него есть. Он изображен в иконописном виде. Я мысль позвольте закончу. И вот он хочет потом вот этим новообразованием, во-первых, управлять, а во-вторых, прислониться к чему-нибудь, что максимально оторвано далеко от России. И он хочет под Папу это привести, вы не понимаете. Вот этот весь корпус церквей объединить в нечто новое, получить автокефалию от Вархоломея и уйти под Папу. Я правильно понимаю, что Петр Порошенко рассуждает, как вот говорил Саакашвили, уж простите, что его приходится цитировать, как барыга. Он видит некие церкви, он понимает, что они находятся в каком-то другом не его владении, и он как с заводами с ними распоряжается. Я поправлю, я поправлю, сюда, людей, вот даже здесь. Что касается зданий, важнее вопрос. Нет, здесь есть... Да, пожалуйста, извините, коллеги, пожалуйста. Порошенко, как президент, он смотрит в том числе и на документы, а по документам там достаточно страшная вещь. Дело в том, что храмы, сами здания, да, они не принадлежат Украинской Православной Церкви и Московского Патриархата. Большая их часть принадлежит государству, и мне дали ими не то, чтобы владеть, и управлять даже не дали. Поэтому это два документа подписать и передать, хоть Филарету, Раскольнику, да, хоть кому угодно. И тогда мы увидим документально оформленные те самые кровавые захваты. Александр, маленькая поправка. Помните, прошла информация о том, что будет штурм Киева и Печерской Лавры? Да. Ну как бы они будут штурмовать свое? Все, ну смотрите, вы снимаете квартиру, у вас есть договор аренды, это не ваша квартира, но ваш хозяин не имеет права вас штурмовать, потому что у вас есть документы. По-любому там с государством все оформлено. А они собираются штурмовать. Это же не государство будет штурмовать. Это больше штурмовать, чем боевики. А вот здесь, вот, правильно Коля заводит. Просто вот, давайте конкретно. Некие боевики, а не кажется ли вам, что когда только возникают какие-то проблемы с некими боевиками ультранационалистическими на Украине, власть поднимает руки и говорит, ну это не мы, это боевики. А на самом деле... Совершенно верно. А на самом деле... А на самом деле все логично, все последовательно. И если цель у нынешних украинских властей построение национального государства, максимально дистанцированного от России, то рано или поздно им надо было решить церковную проблему. Потому что церковь, это сейчас уже последний мостик нас связывающих. А люди, а люди, а люди, они решили церковный вопрос или они усугубили вопрос? Я думаю, что они в значительной степени его решат и сопротивления активного не будет. Не будет, вы считаете. Часть уйдет, новых поставят, а паства, как показывает практика, обычно идет за тем батюшкой, который находится в местной церкви. Нет, это как бы, это мы рисуем прогнозы. Но смотрите, там есть молодчики, смотрите, я напомню, да, вот это, да, хорошо. Будем ходить в ту церковь, в которой всегда ходили, и плевать, что раскол. Люди не очень разговаривают. Но сейчас во Львове запрещают на русском петь песни. Если ты спел на русском, либо поставил музыку в своем кафе, тебе выпишут штраф. А придут эти безымянные молодчики, дадут разок по голове, и человек вообще забудет русский язык. Так и здесь ты пришел в один приход, и тебе дали по голове. Ну, что касается Львова, это отдельная история. Я думаю, что скоро там и по-украински будет запрещено говорить. Там уже раздается карта полякова всеместная. Так что, скорее всего, Львовщина, она уходит в Польшу. Про это еще поговорим, да. И вот здесь очень важная вещь, вы на самом деле сказали, в каком-то смысле даже предваряя то, что мы сегодня будем обсуждать, и какие есть притязания у некоторых государств на украинские территории, и у Венгрии, например, у Польши, и что вообще с этим может произойти. Сейчас мы уйдем на рекламу, а после этого смотрите, да. На Украине зреет новый Донбасс, правда, с другой стороны. Обсудим. Это программа «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», и мы продолжаем обсуждение. До того, как уйти на рекламу, обсуждали Украину, церковный раскол. Действительно, очень большая проблема, о которой сейчас многие говорят, и прогнозы разные дают. Кто-то говорит, что все будет нормально, а кто-то говорит, что будет реальная религиозная война, и кровь прольется. Но вот пока Петр Порошенко на фоне всего этого выступает с трибуны ООН, зреет еще одна вещь, и я о ней сказал до того, как уйти на рекламу. Некоторые страны, западные соседи Украины, возможно, претендуют на территорию Украины. И давайте для начала посмотрим небольшой сюжет на эту тему, разберемся, а потом будем дальше уже обсуждать. Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной, буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии, да поможет мне Бог. Это техсклятвы под венгерским флагом. Его произносят венгры, получая паспорт. Но с недавнего времени этот текст повторяют и украинцы. Вот это видео вызвало в Киеве отрыв. Жители западной части страны выстраиваются в очередь за новой клятвой и новым гражданством. Судя по всему, Венгрия настроена серьезно на то, чтобы Закарпатия перестала быть частью Украины. Киев направил ноту протеста в связи с появлением в правительстве Венгрии должности министра по развитию Закарпатской области. Намерение Венгрии горячо поддерживает и Румыния, так как в Закарпатии проживает большая диаспора Румын. Почему это происходит? Во-первых, Украина слаба, и если раньше ее защищал сильный сосед, то сегодня она выбрала путь сама по себе. Новые покровители отмалчиваются. Во-вторых, в порыве ударить по русскому языку законам об образовании Киев нанес урон венграм, полякам и румынам, что и послужило дентонаторам к новому длинному пути по отгрызанию Украины ее западных земель. Вот какая карта страны фигурирует в сети с претензиями со стороны Польши, Венгрии и Румынии. Ну вот мы посмотрели сюжет, и иными словами, давайте в двух словах сказать, на западе Украины зреть такой же конфликт, возможно, какой происходит сейчас в Донбассе, то есть, возможно, прольется кровь. Я хотел бы сказать, что Венгрии действуют очень мудро. Они раздают абсолютно мирно, обратите внимание, абсолютно мирно раздают паспорта, и это не все. Они еще, об этом нет в сюжете, они еще приглашают молодежь, которая получила уже на украинской территории венгерские паспорта, получить образование в Венгрии. И, соответственно, там и остаться потом, ну, по возможности. Или повернуться обратно. Нет, это со стороны Венгров, а со стороны Украины, которая всем кричит, что Россия плохая. Со стороны Украины будет то же самое, что с Донбассом. Когда Донбасс сказал, что мы хотим говорить на своем языке, туда тут же выдвинулась украинская армия. Если мы помним, какие эшелоны шли с техникой в сторону Донбасса из центра Украины. Венгры раздают гражданство и паспорта по крови. Вот докажи, что у тебя венгерская кровь, и получится. И год назад оттуда вернулся Максим Юсин. Мы его приглашаем на кресло главного герой. Он сидел и сказал, я сейчас вам расскажу, как оно на самом деле. Давайте поаплодируем. Я с самого начала хочу отнести вот эти заявления о том, что поляки претендуют на эти пять областей. Ни на что они не претендуют, потому что поляки... В чем сила нынешнего польского государства? Это то, что оно моноэтническое. В чем была слабость польского государства между двумя войнами? Что оно было многонациональное. Именно украинцы, вот эти вот бандеровцы, там фактически партизанскую войну ввели. Зачем полякам сейчас 5-6 миллионов абсолютно чуждого им населения? Вот польская карта. Это им абсолютно не нужно. А зачем раздают? Максим, все сразу спрашивают, а зачем раздают? Это карты поляков. Они раздают всем отдельным полякам, которые там живут. Ни в одной области западной Украины нет компактного польского населения. Принципиально другая ситуация в Закарпатской области. Там венгры живут. Другое дело, тоже не надо, ну как вот, конечно, хочется нам какие-то параллели с Донбассом проводить, но это несопоставимо. Там всего 120 тысяч венгров. При том, что население вот этой вот Закарпатской области миллион триста. То есть это меньше 10% населения. Да, есть город Берегово. Он, кстати, был показан... Я когда-то, кстати, слышал, что для революции, для любой, нужно 7% населения. Значит, город Берегово очень интересный. Так что 10% это очень даже много. Да, просто расскажу вам. Там по-украински никто не общается. Язык межнационального общения русский. То есть люди венгерского происхождения ходят в венгерские школы и с украинцами, которые приезжают из соседних сел, они общаются на русском языке. Максим, можно... Вы сказали, не будет конфликта. Ну, во-первых, уже есть информация о том, что туда стекаются вооруженные силы. Во-вторых, сейчас националисты требуют, массово требуют Климкина выслать венгерского посла. Я прошу видео вывести на экран. И жгут машины святые политические. Вот, смотрите видео. Мы помним просто 14-й год, какую роль сыграли националисты в разжигании вообще конфликта. Как они ехали в Крым, как их встречали там в этих поездах, как они гнали на Донбасс, в Одессу, как они поехали. Сейчас та же самая история, нет? Я ошибаюсь? Почему? Я могу сказать, что будет дальше. Их остановят, конечно, в какой-то момент. Старшие товарищи. Никому не нужно. А кто их старшие товарищи? Я... Максим, ну, по-честному, по-честному, по-честному. Да, вы говорите... А мы у нас все по-честному. Смотрите, да. Старшие товарищи. Но старшие товарищи себя в последнее время ведут следующим образом. Они говорят, да мы... Что мы можем сделать с украинскими националистами? Да как мы можем? Да они сами. Это какая-то там перемога. Конфликт. Собственная. Конфликт с Венгрией, входящий в НАТО и в ЕС, это самоубийственно для украинского государства, для украинской дипломатии. Ему уже все равно. Тем не менее, он... А украинская государственность интересует... Уинтересует президента... Подожди. Президента Украины интересует украинская государственность или нет? Потому что я вот с кем не говорю, все говорят, ему все равно. Да нет, ну, конечно, интересует. По твоим наблюдениям, много с Закарпатской области сейчас работает в Польше, в той же, там, не знаю, в Венгрии, в Чехии, в России? В Венгрии работает очень много, в России работают, я знаю, вот, может быть, сейчас смотрят даже вот эти вот ребята, которые мне строили дачу, они из Закарпатской области. Они, правда, не венгры, они украинцы. Но там даже украинцы очень специфические, потому что Закарпатская область, она на всех выборах... Потому что у Русины есть. Абсолютно не так, как Галичина. Там даже Янукович чуть ли не 30% набрал, при том, что в Львове от 3 до 5%. Это очень специфические люди. И Закарпатия это такая область, которая между войнами... Вначале была в Австро-Венгрии, между мировыми войнами она была в Чехословакии. И очень интересно, в Ужгороде, главный город Закарпатии, есть место, где сходятся мостовые трех эпохи. Венгрия Закарпатия заберет, Максим, все просто. Вот Венгрия Закарпатия заберет... Нет, не заберет. Не заберет, не получит. Где так считается? Максим Юсин. Все, друзья, мы вынуждены переходить на другую тему. Давайте поблагодарим Максиму. Максим, спасибо большое. Надеюсь, держали удар практически за Украину, вам можно сказать. Не будет второго Донбасса там, но Петр Алексеевич Порошенко, видимо, ведет ситуацию к другому. Ну, а вообще, на самом деле, непонятно, к чему там Петр Порошенко ведет ситуацию. Но у нас есть еще новости, естественно, важные, международные, которые касаются наших конкретно граждан, и нельзя их не замечать, этих новостей. В общем-то, наверное, на Западе уже в каком-то смысле привыкли к неубедительному, но вот такому запредельно заразительному методу борьбы с Россией. Это вот эта шпиономания, как я понимаю, да? И все бы, наверное, было смешно, если бы не было так грустно, как говорится. Да, последние новости из разных стран поступают, они очень тревожные. Да, и речь здесь не только о госпоже Бутины. Но давайте все-таки посмотрим сюжет на эту тему, потому что появляются все новые и новые подробности таких дел, а потом будем обсуждать. В Норвегии арестовали россиянина за шпионаж. Это сотрудник Совета Федерации Михаил Бочкарев. Что вменяют? Да в том-то и дело, что ничего. Единственное, что известно, норвежцев смутило, что, находясь в здании местного парламента, Бочкарев пошел не в ту сторону, куда следовала делегация, а в другую. Самое возмутительное, они сами его и пригласили на семинар. Еще одна новость о шпионаже пришла из Германии. Там пока никого не задержали. Но почва, похоже, уже подготовлена. Немецкий журналист Юлиан Ребке заподозрил редактора «Спутник Дойчланд» Александру Конкину в шпионаже. А теперь, внимание, он провел собственное расследование по фотографии, на которой россиянка находится рядом с послом ФРГ в России Рюдигером фон Фридшем. В ответ россиянка с издевкой опубликовала фотографии, на которых она стоит рядом с канцелем ФРГ Ангелой Меркель и членом СДП Мартином Шульцем. Ну вот, вы сами все видели, в общем-то, все сказано, я думаю, хорошо разобрано. Но у нас сейчас на связи есть человек. Да, Александра Конкина, как раз та самая девушка, в отношении которой якобы пытаются развязать историю о шпионаже. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Что там стряслось с вами? Что это за человек такой, потрясающий расследователь, который по фотографии определяет, шпион или не шпион вы? Это пытливый журналист немецкого таблоида Бильд, который действительно по одной фотографии вынес свой вердикт, что я являюсь русской шпионкой в немецком Бундестаге. А ему поверили сразу или как вообще? До какого уровня сейчас дошла вот эта шпионная мания в западных СМИ в том числе? Мне сложно сказать. Бильд – это издание с многомиллионным тиражом, но широко известно именно как «Желтая пресса» от Германии. И, на мой взгляд, каждый разумный человек, который прочитал эту статью до конца, где автор делает вид, что я являюсь шпионкой России и Германии по одной фотографии и скринам из моих постов в социальных сетях, которые он очень внимательно изучил. Мне кажется, это немножко похоже на театр абсурда. На самом деле меня испугала эта история. Она показывает, что не только вы, но и мы все находимся в зоне риска. Через неделю, 4 октября, День германского единства, я приглашен в посольство. И я тоже имею шанс пожать руку замечательному господину послу, если кто-то меня сфотографирует. Получается, и я тоже попаду под подозрение. Просто надо иметь фотографию смерти. Максим, до свидания. А вы можете это сказать? Но я не шпион, я обычный журналист. На самом деле, Александр, просто сочувствие чисто человеческое. Вот эта шпионемания дошла уже до какого-то идеального. Максим, Максим, вы вот выражаете сочувствие, а у меня вот вопрос сразу к Александре. Потому что Максим говорит еще, держитесь в конце так. А как вы вообще себя чувствуете сейчас в роли русской шпионки? Вам тяжело? Это давит на вас? Или вы скорее со смехом к этому относитесь? Большая ответственность. Я проснулась действительно одним прекрасным утром русской шпионкой. Абсолютно неожиданно для себя. Я не могу к этому серьезно относиться, потому что к паранойи немецких мейстримных СМИ я уже давно серьезно отношусь. Единственное объяснение, почему вообще это происходит, это то, что спутник Германии становится все более и более заметным в немецком ландшафте. Ну и если обращают внимание, если строят какие-то такие конспирологические теории вокруг нас, потому что больше построить нечем, значит мы там хорошо работаем. То есть я правильно понимаю, Баширов, Петров, а дальше уже Александра Конкина? Ну, наверное, надо только проложить путь, а дальше уже по накатам строить. Понял, спасибо большое. Спасибо большое, Александр. У нас просто совершенно не осталось времени. Коль. Да, после рекламы мы обязательно выясним, на чем строило свое обвинение следствие в США. Оказывается, вообще не на фактах. Это программа «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», и мы продолжаем. До того, как выйти на рекламу, мы рассказывали про Александру Конкину, которую один из расследователей, журналистов западных... Домашних. Да, домашних расследователей, по фотографии определил как шпионку. Но самое интересное, что этот же расследователь сравнивает Александру Конкину с другой нашей гражданкой, гражданкой России, Марией Бутиной, чье имя гремит уже несколько месяцев, наверное. И вот накануне телеканал RT, Russia Today, выдал сенсацию интервью с младшей сестрой Марией Бутиной, которую зовут Марина. У них похожие имена, да? Да, они внешне похожи. Если есть фотографии, коллеги, вы видите на экран, они прям практически как две капли воды, смотрите. Ну, в общем, да, похожи. Потому что они сестры, как минимум, да? Так вот, название материала, она попала в эпицентр внутриполитических разборок. И у нас есть автор этого материала. Здравствуйте. Да, сегодня. Здравствуйте. Это Раиса Баксичева. И пойдемте сюда. Да, давайте поаплодируем Раисе. Раиса встретилась с Мариной, поговорила. Марина живет в Санкт-Петербурге. Я вот смотрю, сейчас у меня гордость за Россию, ребят. Как помолодел и похорошел российский шпионаж, а? Согласен, да. Да, скоро школьников начнут. Давайте посмотрим фрагмент вашего интервью и продолжим разговор. Пожалуйста. Мария не организовывала никаких встреч, но никогда не делала тайны из того, какими она хотела бы видеть отношения между Россией и США. Все свои мысли она открыто выражала на своих страницах в соцсетях, публикациях СМИ, в том числе американских. К моему сожалению, на отдельных фразах и ее высказываниях они и построили сейчас обвинения. Ну вот, чтобы было понятно, вы спросили Марину, вот по мнению газеты «Нью-Йорк Таймс», Мария как минимум дважды пыталась организовать тайную встречу Трампа и Путина во время президентской кампании 16-го года. И вот таким образом Мария, ее сестра, ответила вам. То есть это ее ответ. Я правильно понимаю? Ничего она не пыталась. Ну естественно, ничего не пыталась. Нормальная русская девушка, прекрасная. А те 12 терабайт информации на нее, которые они якобы собирали с 2005-го года, их никому не дали. Более того, вы сами задумайтесь, 12 терабайт. Ну то есть они брали просто все подряд и выдают это за обвинение. Друзья, я объявил, в цифровом формате это 12 тысяч фильмов, да, правильно ты считал? То есть, причем, ни протокол задержания, ни обвинения по факту не были оглашены. Если, ребята, вам нечего скрывать, так покажите нам, расскажите, в чем вы обвиняете серьезно сегодня Марию Бутину. Но при этом условия задержания Марии, то, о чем вчера, я вчера встречалась с Татьяной Николаевной Мскальковой, собственно, вчера папа Марии Бутиной приходил на встречу за помощью, там было, да, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, и Татьяна Николаевна очень сильно просила мировую общественность обратить особое внимание на это дело. Потому что девочку с самого начала, вот она, моя ровесница практически, ее пытают. Как? А я вам расскажу. Пожалуйста. Во-первых, давайте начнем с ее задержания. Ее задержали в собственной квартире, они перелопатили там всю мебель, они скрывали полы, они с одежды ее совершенно некрасивым образом поступали. Далее, когда она попадает в тюрьму в Вашингтоне, извините, это вообще страшные пытки, ее бутят каждые 15 минут и пытаются с ним говорить. Мы связывались как раз с ее отцом, и он об этом говорил, что ей не дают спать. А самое главное, что отец узнал о ее задержании из СМИ. Вся ее семья, то, что говорила Марина, мы были в шоке. Они не давали ей связи с родными никакой. Они, более того, ей пытались передать письма, естественно, тут же родители каким-то образом связаться с своей дочерью, ну, понятное дело. Они говорили, что нет переводчика. Ее выпускали на один час в час ночи погулять и там заняться чуть спортом. Ну, то есть это просто страшные пытки. А ситуация до сих пор такая? Сейчас, слава богу, ситуация изменилась. Опять же, спасибо нашим правозащитникам. И обращались они и в генпрокурорство Соединенных Штатов. Она переведена сейчас в другую тюрьму. Но, кстати, в эту тюрьму она переводилась в кандалах. Я вот знаю, что содержится, по крайней мере, в части тех 12 терабайт. Там содержится моя переписка с ней. Мы переписывались с Машей за несколько, ну, фактически недель до событий, которые потрясли. А американская правосудие до вас сегодня дотянулось. Куда скажите, Александр переписывался? Да, я переписывался с Машей, мы очень давно знакомая. Мы с ней много делали материалов, посвященных самообороне, самозащите в том числе. Мы участвовали там в ряде мероприятий стрелковых совместно. У нее организация посвящена наружу. Право наружу, да. И когда она уехала в Штаты, мы поддерживали эти отношения, мы общались. И в том числе незадолго до событий, которые были таким нехорошим сюрпризом для всех, и в том числе для меня, мы разговаривали. Она говорила об учебе своей, о том, какую специальность она осваивает. Это финансы, связанные с современными технологиями. Она спрашивала, что у нас делают с блокчейном, делают ли что-нибудь. Как он в финтехе использует. То есть это обычный разговор, который мы с вами вот так ведь разговаривали. Я хочу понять, вот от Александра, его личное впечатление, все-таки ее же выбрали в шпионке. Давайте так это скажем, да? Ребят, давайте не будем знать о шпионке, потому что нет там ничего про шпионаж. Там ее, я вот из того, что я узнала, я очень долго вчера общалась со всеми справозащитниками, мне сказали, она обвиняется в незаконной лоббистской деятельности на территории иностранных. То есть это не шпионаж? Нет, там вообще про шпионаж ни слова. А вот как это подали американские СМИ? Вот это другой вопрос, то, как им было выгодно это представить. Да, да. Вот что хочу сказать. Я за несколько месяцев только она уехала в Америку, у меня была такая программа на радио, кстати, «Звезда». Вот, и мы с ней беседовали. Так вот, впечатление очень интересное. Когда это случилось, все, я подумал, в какой свободной все-таки стране я живу. Почему я об этом подумал? Потому что я увидел человека, который, ну, имеет довольно, ну, может быть, даже не всеми принимаемые в России взгляды. Она активный пропагандист свободного ношения оружия. Она действительно человек такого западного, западного, в общем-то, взгляда. Я уже про это говорю. И вот в чем... Она очень американская девушка, говорили они. Да, она американская девушка. Она очень русская. Она любит американскую культуру, кто-то любит японскую. В Российской Федерации, на радио Министерства обороны, участвует программа, говорит о своих взглядах. Мы с ней спорим, дискутируем. То есть, если она и выглядела тогда шпионом у меня в программе, то только американской. Не нашим шпионом. Если шлоббистом, то только американских интересов. А вот эта история, которая пытается развить, Игорь, какая-то связь с президентом? Нет, ну, что это вообще такое? Не с президентом связь, понятно. Дело в том, что бывший Ви... Тревел-шоу? Она предлагала сделать тревел-шоу. Ребята, мне каждый день на канал звонит очень много людей. У нее очень серьезные связи в Российской Федерации, естественно. Они предлагают, не знаю, чтобы господин Лавров там вел кулинарное шоу. Ну, мало ли, что там люди предлагают. И что? Мы теперь всех будем обвинять в шпионаже. Я теперь не смогу выехать в Турцию. Вот я тоже там, молодая девчонка. Все, до свидос. Ну, серьезно. Ну, вообще-то, конечно, между Турцией и Турцией надо выбирать. То есть, в принципе, если развивать цепочку, в те годы это должно было привести к тому, что, а, у Мерлин Монро есть связи с Кеннеди, значит, она русская шпионка. Как работает логика, да? Два президента Соединенных Штатов были приглашены на ежегодный форум Национальной оружейной ассоциации, как у нас ее переводят. Президентов угадайте, да? Рональд Рейган, Дональд Трамп. Мария, как сторонник свободного ношения оружия, по приезду туда вступила в эту ассоциацию. Связи вам надо дальше простроить? Все очевидно. Вот вам. Мария пыталась повлиять на Трампа, которого за какое-то время пригласили, в том числе на этот форум. Дело в том, что родственники Марии создали фонд, в котором они очень просят помочь всех деньгами финансово. Да. Потому что им не хватает на юристов. Более того, я знаю, что они достаточно редко связываются друг с другом по телефону, потому что связь очень дорогая. Вы где-нибудь видели таких шпионов? Вот серьезно. Которые бы, чьи родители вынуждены были бы собирать деньги на адвокатов. Такого не бывает. Что ей грозит? Насколько я понимаю, из того, что я знаю, ей грозит до 15 лет лишения свободы. Это серьезно или попугают? И я хочу понять, вот за то, что мы вот сейчас обсудили, ей грозит 15 лет, вот за то, что... Переписку с господином Асафовым, общение с господином Шатровым, Я не знаю, будут ли они доказывать ее вину или нет. Мы знаем тысячи, ну ладно, не тысячи, а десятки других примеров наших граждан, которые сегодня находятся за границей в Европе и которых пытаются экстрадировать в Соединенные Штаты Америки, не имея никакой доказательной базы. Мы знаем Александра Винника, который уже более года сидит в тюрьме Греции и ждет. Его разрывают между Францией и Америкой. Мы знаем Петра Левашова, мы знаем Лисова, мы знаем... Более того, мы знаем о том, что МИД уже всех предупредил еще в этом феврале. Ребята, за границу ездить опасно, потому что это охота на ведьм. Просто 15 лет за убийство не каждый раз дают. И что в Украине говорят, какое состояние здоровья у Марии сейчас? Состояние здоровья у нее плохое. Были сообщения, что болеет она. Я не знаю, как бы точно не могу оценивать. Мне говорили, что после того, как она была помещена в комнату, где не было отопления, где было очень холодно, где был холодный пол, плюс ей не давали одеяло, ей не давали предметов личной гигиены там. У нее возникли проблемы со здоровьем, я не знаю точно какие, но кажется, у нее опухла нога, просто я думаю, что это личное тело. То есть это пытки, это пытки. Но я считаю, что это пытки. Папа, судя по его интервью, он был на встрече у Москальковой, да, вчера? Да, вчера они встречались. Он вчера рассказал, как раз, или сегодня с утра все это дело цитировали, когда ее перевели во вторую в тюрьму в Александре, все наладилось, и нога прошла, и гулять она теперь может, да, и все там, все как бы вернулось. Если позволите, я немножко подытожу эту тему. Я вижу следующее из того, что я услышал. Во-первых, вам спасибо, что вы пришли, очень большое вам спасибо. Да, давайте попал. Спасибо вам. Я просто вижу следующее. Кого-то надо назначить врагом, его назначают врагом, и дают ему какие-то страшные абсолютно сроки, которые и убийцам не раздают. Доказывать никто ничего никому не собирается. Присвокупляется туда переписка с господином Шатровым, Асафовым, и все. Она виновна во всем, во всем только может быть. Самое удивительное, никто из нас абсолютно, кто собрался туда, не может быть застрахован от того, что он в какой-то момент не окажется шпионом. Конечно, мы же переписываем. Парень Совета Федерации поехал. Самое удивительное, да, пошел не в ту сторону в парламенте, все. Шпион? Можно? Можно еще. Либо шпионом, либо хакером, либо, и самое мое любимое, помните еще, когда в Марбелле, например, задержали очень много наших бизнесменов, которые уже, кстати, на пенсии в этот момент находились, за связи с девяностями. Вы знаете, еще симптоматичная вещь, если вы позволите. Вы сказали про хакеров, вот короткая новость, потому что у нас очень мало времени. Сотрудники спецслужб США арестовали гражданина Китая. 27-летний Цзи Чао Цюнь якобы шпионил за 8 гражданами США. Чтобы их потом завербовал Китай. И сразу, это произошло сразу после новости о том, что США считают Китай... Те же самые методы, они вдорогались, вмешивались выборы и эшпионы. Да, давайте привнемся на короткую рекламу, а после этого поговорим обязательно, кто вербует наших бизнесменов, чтобы они работали на разведку других стран. Это программа «Открытый эфир» на телеканале «Звезда». И мы продолжаем его до того, как уйти на рекламу. Коля анонсировал тему, которая, наверное, в каком-то смысле может быть положительной для нас. Дело в том, что некоторые специалисты, так скажем, аналитики говорят, что толстосуму, с позволения сказать, начинают убегать с Запада и возвращать свои капиталы обратно в Россию, потому что там, на Западе, на них по-серьезному давят. Потому что так получилось. Но и, в общем-то, американские спецслужбы вынуждают разными способами работать на них, но не все это хотят делать. Например, подобный случай произошел с господином Дерипаской. Давайте просто посмотрим небольшой фрагмент, сюжет, а после этого будем говорить. Олега Дерипаску американские спецслужбы пытались завербовать несколько раз. Однажды они просили алюминиевого короля помочь с вызволением из тайной иранской тюрьмы своего соотечественника. У Дерипаски якобы были связи, и он согласился. За услугу спецагенты обещали уладить его проблемы с американской визой. Тогда что-то пошло не так, и сотрудничество не задалось. А в 2015 году два Джеймса Бонда постучали в дверь квартиры бизнесмена на Манхэттене. У одного корочка ФБР, у другого МИ-6. Эти господа в ультимативной форме потребовали Дерипаски поделиться кремлевскими сплетнями. И опять гарантировали помощь с визой и счетами. Однако были выставлены за дверь. Ну вот, то есть нужно делиться какими-то, ну как сказано, сплетнями, а может быть информацией. То есть начинают давить, начинают что-то собирать. И что дальше-то? Мне кажется, два момента. На самом деле информация, может быть, и первичная, политическая, а с другой стороны, это меры протекционизма американского. Таким образом, они убирают с рынка своих конкурентов. Российский алюминий является конкурентным преимуществом России в частности. Что касается крупных бизнесменов, почему к ним сейчас пошли? Так это политический ход или экономический? Вот, вот смотрите, тут две составляющих точно, уверен. Но о политике, если говорить, почему к крупным бизнесменам пошли? Потому что не получилось взбунтовать граждан, взбунтовать народ. Бунт элит. Бунт элит. Элиты должны сказать Путину, по мнению Запада, что ему надо или уйти, ну или сдаться. То есть как это было на Украине и в Грузии, когда пришли к этим элитам и купили их. Я хочу просто слово защиты сказать за, как говорят в Одессе, за наш бизнес. Ребята просто повзрослели. Вот то начало 90-х годов, когда Запад был таким раем, вот куда мы все ему верим, мы туда переводим вот это, потому что страна сейчас еще чуть-чуть и развалится, делать здесь нечего. И в какой-то момент, когда пошли вот эти санкции, контрсанкции и все-все прочее, и когда стали там поддавливать, ребята вдруг поняли, что либо твоя страна, либо ты отсюда уходишь окончательно, либо ты сюда возвращаешься. Не просто как факт, но после тех отчетностей Сбербанка за вот этот период 18-го года все валютные счета, юридические, в Сбере, кто держит деньги, увеличились на 17%. И это доказательство того, что ребята возвращаются обратно. И дай им Бог. Была такая история. Были олигархи в Грузии, были олигархи, ну давайте так их называть, на Украине. В определенный момент через них реализовали те форматы, которые хотели реализовать определенные государства. Давайте назовем их США это государство, например, или какие-то еще. И попытались, да, например, то же самое провернуть с нашими бизнесменами. То же самое, они хотели пойти по этому пути, через них раскачать ситуацию, чтобы они восстали против власти, или как? Здесь извечный вопрос, что первично, экономика или политика? Экономика работает на политику или политика на экономику? Понятно, что экономика первична, это само собой. Поэтому санкции это политическая история? Нет, это экономическая история. Если бы экономика всегда была первична, то тогда Украина бы, наверное, так не строила свои отношения с Россией. Я договорю свою мысль, если можно. Значит, санкции это экономическая штука, это удаление конкурентной борьбы. Здесь, что такое крупный бизнесмен в России? Это десятки предприятий стоят за ним и тысячи рабочих мест. Это абсолютно экономическое давление. Абсолютно экономическое давление. Да, но когда ты на него давишь, чего ты хочешь от него? Я уверен, что они хотят одного, чтобы этот бизнесмен собрался с другими бизнесменами. Ослабление экономики страны, потому что на них висит огромное количество предприятий. Я хочу взять политику, чтобы было недовольство, чтобы этот близкий круг бизнесменов давил на президента. Это, может быть, даже не организовывая какие-то там новые Майданы, новые болотные. Нет, ну просто в плане изменения политики, чтобы капали на мозги. Говорили и депутатам, и сенаторам, и членам правительства, что, ребята, нас прижали. Давайте все-таки немножко эволюционируем в ту сторону, в которую хочет Запад. Но, очевидно, не получилось. Иначе мы против Дерипаски, иначе мы против Виксельберга санкции не вводили. Как минимум с этими двумя не прошло. Не прошло. Зашли через народ и волнение на улице. Потом попробовали элиты. Тоже не получилось. Что дальше будут пробовать, непонятно. Сейчас давайте небольшой еще сюжет посмотрим. Алюминиевые ему королю дали понять, что он такой не один. Проводится, мол, серьезная тайная операция по вербовке полдюжины российских олигархов, имеющих доступ в Кремль и зависящих от режима Путина. А Дерипаска может успеть первым. Агенты ОР и СТИЛ были осмеяны и выставлены из дома, что в отчете, переданном в департамент юстиции, сформулировано так. Мистер Дерипаска не согласился с теориями об организованной преступности в России и вмешательстве Кремля в избирательную кампанию. Хуже того, Дерипаска сообщил в тот самый Кремль о попытке его завербовать. А я хочу как простой гражданин Российской Федерации спросить. Нам-то это на руку, деньги-то возвращаются домой, правильно я понимаю? Что их-то кошмарит, мне очень жаль, что их кошмарят, но деньги возвращаются домой. Что касается олигархов, им было заявлено неоднократно, несколько лет назад, ребята, у вас могут там начаться проблемы. Возвращайтесь. Мы там вас защитить не сможем. У нас нет юридических, политических рычагов, чтобы отстаивать ваше состояние, уведенное за рубеж. Идите сюда, ваши деньги здесь заработают. И предупредил их об этом человек, который много лет проработал в разведке. То есть несколько лет назад он знал эту информацию. Абсолютно прав. А может быть такое, что... Предупредил очень конкретно. Замучитесь, говорит, пыль глотать. А может быть такое, чисто теоретически, что Запад немного не понимает современную Россию, и, внимание, внимание, ищет олигархов в классическом понимании... Они не понимают, они работают только по своей модели. И они думают, что есть реальный бизнесмен, который может вдруг надавить там на кого-то. Правильно я понимаю? Я тебе об этом и говорю. То есть они не понимают, что в классическом смысле олигархов нет сегодня в России. Просто в США есть транснациональные компании, если на них так начнешь вот каленым железом выжигать, и они скажут, окей, бай-бай, и уведут, как Икея, например, взяла и увела свой капитал, и все. И никакого влияния не имеют. С одной стороны, а с другой стороны, а с другой стороны самостоятельные... Вы вспомните, как руководитель Фейсбука отсчитывался перед комплектом. О, сняли с языка! И они думают, что Дерипаска должен повести себя точно так же. Сейчас он выйдет и скажет, да, простите, я виноват. Я исправлюсь. Не трожьте мои деньги. Я постою в углу на горохе, конечно, они думают, и Дерипаска должен сделать то же самое. И когда он этого не делает, у них некое недоумение. Подождите, а руководитель Фейсбука так делает, а почему? В Калининграде и в Приморье Дерипаска Н-плюсовую компанию уже переводят в Калининград. К этому готовились заранее, знали, что это будет именно так развиваться. Силовые машины возвращаются в Россию, в Банк Восточный в Приморье возвращается. Мы разжигаем гастры на запасных аэродромах. Все правильно. Александр, летите к нам. Да, и Александр, вот хотелось бы, чтобы вы поработали следующую вещь, да? Известному бизнесмену Роману Абрамовичу, похоже, принется сменить Челси на какой-нибудь российский клуб. Это прямо цитату я даю, да, из материала. Или вновь возглавить один из регионов. Примерно полгода назад ему не продлили визу в Британии, и вот совсем недавно Швейцарии отказали в виде нажительства. Он якобы представляет угрозу общественной безопасности. То есть не только на Дерипаску-то давит. Конечно, конечно. Процессы идут по всем возможным фигурантам. Мы почему-то недооцениваем, называем. Неужели они не понимают Россию? Прекрасно они понимают, и в психологии они тоже разбираются. Дело в том, что вы думаете, что прекрасные олигархи настолько любят нашу Родину, что вот все эти годы они работали там, а сейчас прониклись в новую любовь и возвращаются. Обстоятельства изменились. Но деньги-то они по-прежнему любят. Деньги у них будут забирать, а это объявлено. И в Лондоне. Абрамович тоже отказался сотрудничеству. Везде, везде. И это процесс просто внешний. В данном случае Абрамовича гоняют по всему миру. Я просто думаю, что они не олигархи они. Потому что олигарх – это человек с капиталом, который может влиять на политику. А они не олигархи. Методика обрабированная на Украине. Есть капитал в иностранных странах у конкретного украинского олигарха. Ему говорят, старик, а ты не хочешь потерять свой капитал? Он говорит, нет. Тогда ты идешь сейчас домой, едешь и делаешь то, что мы тебе скажем. Тут попытались ту же самую схему разыграть с нашими бизнесменами. А они сказали, не-не-не, спасибо. Потеряли миллиарды долларов. Я просто хочу прочитать. И тем не менее возвращают свои компании домой. Из американских санкций Олег Дерипаско и Виктор Виксельберг потеряли миллиарды долларов. А нынешнюю осенью олигархи занялись поспешным переводом средств в российские банки. Например, по некоторым данным, Дерипаско, Потанина Абрамович сейчас держит более половины средств в рублях. Кроме того, Алишер Русманов перевел в российскую юрисдикцию две своих компании. Они хотели украинского сценария, не получилось. Не получилось. Ни через народ, ни через олигархов. Как-то так. Ну, раз уж их так называют. Ну, нам нужно уходить на рекламу. И мы продолжаем. И прежде чем начать наше обсуждение, точнее продолжить, давайте я вам покажу некоторые кадры, которые, я думаю, обо многом вам скажут. Сами за себя. Продолжение видео. Вот, пожалуйста, мы остановились. Вот всем знакомые ребята. Мы остановились специально, чтобы посмотреть в этой рыбе, которую мы видим всю дорогу 20 километров. Икра интересная есть? Да, вот, пожалуйста. Икра у нас осёвая, б***ь. Рыба рвётся уже. Пожалуйста, смотрите. Просто истыки, смотри. Целый. Смотри следующую, смотри. Пошли. О, смотри. Братуха, режь её. Пожалуйста. Смотри. Полная икры, б***ь. Смотри. Смотри. Полная, на***ть. Вот, на***ть. Т*** твари. Режь её, бро. В Москве килограмм, б***ь. Вот, официальная рыбалка. РПУ, смотри, не вот, видишь, стоит. Вот, пожалуйста. А нас, б***ь, смотри, ещё одна. Ой, самка, смотри, б***ь, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. И вот так валяется всё это в посёлке Октябрьский. Это Камчатка. И уже много, наверное, недель гремит даже эта история. Конечно, миллионы просмотров. Да, да, да. Рыба лежит километрами. Её просто выбрасывают. Её выбрасывают в куче. Она никем не перерабатывается. Она, никто её не ест, ничего. Просто вылавливают и выкидывают на берег. Вот, и, естественно, мужики простые, да, там ходят просто и удивляются этому, яхко сказать. Они негодуют по-настоящему. Вы слышали, как они говорят. Это просто в эфир дождать невозможно. Да, и я вот уже видел отредактированный ролик, где он говорит, в Москве рыба стоит. И вот это, да, я поехал в магазин. Я сейчас вам покажу. Подождите. Подождите. Вот я ушёл из кадра, я вернусь. Я вот сегодня перед эфиром, готовясь к этой теме, заехал в магазин. Купил себе сколько? 456 граммов сёмки охлаждённой. Цена 1778 рублей за килограмм. У меня вышло 800 рублей вот за это. Там тонны гниют. Тонны, тысячи тонн. Притом, обратите внимание, что вот эта вот сёмка, которую вы в руках держите по цене чугунного моста, из Чили. Вот нам рассказывают, что с Камчатки далеко вроде как везти. Вот эту привезли из Чили. Ну, в лучшем случае, из Фарерских островов. При том, что она аквакультурная. Это дрянь, которую выращивают в канавах. Стало время сорвать маски с ленивого росрыболовства и с алчных трейдеров. Которые, ну, что касается росрыболовства, да, это навзорный орган. Понимаете, вот при том, что там 20 километров рыба валяется, попробуйте поднять пять хвостов. Получите два года. Вот для того, чтобы нам сейчас срывать маски, давайте мы позовем сегодня вот здесь на кресло главного героя Анну Бажайкину, которая провела, ну, такое своё расследование, да, она готовила материал. Корреспондент телеканала Мир 24. Давайте поаплодируем. Спасибо большое, что пришли к нам. Ну, кадры говорят сами за себя, а вам что-то дополнительное удалось выяснить? Кто эту рыбу выбрасывает? Пока я готовил этот материал, мнения несколько раз менялись, вот кто это мог сделать и почему. Потому что у разных сторон есть свои аргументы, которые вполне весомые. Давайте тогда посмотрим фрагмент вашего материала, о чём вы это всё делали, да, и как вы это сделали, а после продолжим говорить. Насколько много, ну, как вам сказать, её просто хоронили. Закапывали буквально, или это метафора, Антон так и не признался. Первая для него путина и сразу рекордная. Она и бывалых удивила. Не только в море. Икрой рыбу порой можно было в лесу собирать. Район 94-го километра трассы Петропавловск-Камчатский-Октябрьский. Вон так вот, б***ь, в воду всё валится. Самки не порутые. Обнаружены следы от грузовиков с парки. От таких пейзажей даже у местных слов не хватает цензурных. В этой рыбе, которую мы видим всю дорогу 20 километров, икра интересная есть? Да, вот, пожалуйста, икра лосочёвая, б***ь, полная икры, б***ь. Режь её, бро. Вот куда не приедешь, все жители жалуются. Невыносимый запах рыбы. Мало того, что это воняет, так это ещё привлекает медведей. Это уже страшно выходить, они уже в посёлке выходят. Сколько миллионов рублей втоптали в землю, изгноили здесь же, уже никто и никогда не подсчитает. Когда в сети появились эти кадры, следы варварства тут же попытались скрыть. Вот тот самый лес рядом с посёлком Октябрьский. Остался пепел и вопросы. Кто это сделал и зачем? Ну вот кто это сделал и зачем? Мы все видим, что рыба икряная. И мы все знаем, что лосось, когда идёт на нерест, он в принципе уже рыба почти несъедобная. Только мишки его едят, потому что он доходит, мечет икру и умирает. Всё, эта рыба уже не очень. Здесь выкинута рыба именно с икрой. То есть не вот эта рыба погибла, не вот эту рыбу выкинули. А выкинули совершенно другое количество рыбы. Пока вы разбирались в этой ситуации, кто тому виной, что вот так происходит? Ну местные считают, тут мнение делится, кто-то считает, что это браконьеры действительно. И вполне возможно, что их просто кто-то спугнул. И они не успели выбрать рыбу, поэтому решили выбросить всё. Просто слишком много рыбы, я понимаю, так в этом сезоне. Наказание слишком, ну точнее не слишком, наверное, даже. Наказание жёсткое. На самом деле, извините, буквально две фразы. На самом деле проблема заключается в том, что рыбы очень много. В России, я ещё раз повторю, две беды. Урожай и неурожай. В этом году столкнулись с фантастическим урожаем. 110 лет наблюдений, такого не было. Соответственно, забиты все холодильники. В Владивостоке рефрижераторы стоят на рейде неразгружённые. А в Москве два кусочка рыбы 800 рублей. Совершенно верно. Что там доступно? Но, вот существенным моментом является то, что, вот Раиса не даст соврать, которая из Дальнего Востока, две трети рыбы российских рыбаков уходит в Китай, в Республику Корея, в Японию, в Соединённые. Да, у нас на связи сейчас человек из Камчатки, местный журналист Екатерина Зенина. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, кто виноват в том, что рыба не доходит до людей? Почему она не оказывается на столе по приемлемым ценам, а рыба в магазине стоит дорого, а так не йод лежит? Как такое получается? Кто виновен в этом? Давайте я не буду решать, кто виновен. Я как журналист, который просто не специалист. Мы обследовали там всё, что могли, мы съездили на место и были в магазинах. Я скажу так, горбуша считается самой дешёвой из лососёвых. Не жалко её, да? Рыбакам не жалко, абсолютно. Вот в этих вот синхронах, которые мы брали, они все говорили, что горбуша, она как зло в этом году, она перебила киту, нерку, всю ценную рыбу. Ух, злобная горбуша. Как это сказать-то? Замяла, задушила, задавила. Она не прошла толком, рыбаки её не видели. Екатерина, вы сказали, нельзя сравнивать лосось с горбушей, но давайте вот вам мнение из Москвы. Горбуша, горбуша в Москве стоит за килограмм. Вот я лично покупаю её за эти деньги. 700 рублей. Сколько она у вас стоит, горбуша? Рублей 7. 120 рублей килограмм. Это самая большая цена была на рынке. Дёшево продавали по 45 рублей килограмм, когда горбуша шла. Если горбуша такая сорная рыба, которая перебила всю рыбу, кто эти люди на видео, которые ходят и говорят то, что говорят, это даже в эфир нельзя дать? Чё они так удивляются? Они же местные. Да, вот так вот. Они же местные. Екатерина, ответьте. А чего они удивляются-то? Почему они возмущаются? Они её прошли, сказали, сорная рыба, чёрт с ней, какая разница? Чё, лежит и лежит. Такого подхода горбуши не было шесть лет. Так, чтобы она прям валилась на берегах. Спасибо огромное за то, что Екатерина вышла с нами на связь. Екатерина, вам отдельное, да? Спасибо. Да, Екатерина Зинина, спасибо большое. Выражает мнение, что вот... Да, да, спасибо ей. Что это сорная какая-то рыба, она перебила там киту, всё, и она никому не нужна. Вот ваш коллега за 1700 рублей за килограмм купил настоящую сорную рыбу. По заключению норвежских учёных... Я везучий, я всегда говорил. Это самая токсичная еда в мире, выращенная в садках. Понимаете, это аквакультурная рыба с добавлением... Слушайте, это всё-таки российская здесь. Нет, там фасовка российская. Да какая российская? Это поставка. Сёмга не может быть российской. Всё понятно. Слушайте, Лёшка, я меня брошу. Алексей... Вот кто врёт? Вот можно я вот так спрошу, кто врёт? Вот. Алексей, можно я сейчас скажу, вы задавали вопрос, да, почему, если рыбаки считают, что это сорная рыба, почему они не могут там её кому-то задёшево отдать или что-то такое? А зачем, если в Путину рыбаки едут заработать? Они могут продать эту рыбу дороже внутри моря, прям в море китайцам. Невыгодно её раздавать, потому что произойдёт падение цен. Я ещё раз повторю, китайцы отказываются в этом году покупать. Коль. Рыбу, вот это вот огромное количество рыбы с Камчатки, они называют пластилином. То есть она уже, что называется, с нерестовыми изменениями, понимаете? Друзья, можно я внесу некую ясность? Сейчас у зрителя, мне кажется, большая каша в голове. Тема очень громоздкая. У неё есть очень много линий для обсуждения. И для того, чтобы выбрать одну единственную... Максим, дайте договорить. Для того, чтобы выбрать одну единственную, можно я сейчас дам фрагмент из сюжета нашего героя, нашей героини, где бывший куратор вопросов, скажи мне, подскажите, пожалуйста, Анищенко. Да просто скажи, Геннадий Анищенко его знает. Бывший санитарный врач страны, а не депутат, называет причину очень интересную. Её бы хотел обсудить. Пожалуйста. Один из мотивов, в который я верю, это дело было сделано специально, чтобы не снижать цены на продукт. Это безобразие, конечно. С этим надо разбираться. Эту рыбу, рыбопромышленники, не браконьеры, как было сказано вначале, а рыбопромышленники, добытчики, специально оставляют там, чтобы цена не изменилась у нас здесь в Москве. Ну, не только в Москве. Чтобы то, что они привезут, да, мы просто в Москве есть бы... Чтобы оно стоило потом... Чтобы оно стоило вот так, как оно стоит. Ну, а что здесь удивляешься? Кто поддерживает эту версию? Никто не поддерживает. Почему? Аж он поддерживает версию. Я в это как бы верю. И, в общем-то, это результат того, что у нас после распада Советского Союза была провозглашена экономико-центричность. То есть, собственно говоря, деньги главное, деньги основное, деньги не зло, деньги, по сути, Бог. А логика и люди? Да, а всё остальное, ерунда, всё остальное для лохов, там, все эти идеи и так далее и тому подобное. Вот. И эта ситуация, она просто в выпуклой, страшной, дурнопахнущей форме показывает то, что, в принципе, происходит такой ситуации, когда именно деньги, именно прибыль становится Богом. Как в своё время было сказано, что нет такого преступления, на которое бы бизнесмен не пошёл ради 300%... А разрешите, а разрешите сразу прямо, да, это классное высказывание, действительно, поддерживаю, вообще, на мой взгляд, Маркс учёный. Но я немного о другом скажу. В Норвегии выкидывают в кучи? Мне сложно сказать. Там же тоже капитализм. Выкидывают? В Норвегии её растят в кучах в садках. А? О чём мы речем? В Норвегии, в Норвегии уничтожили свою лосось, который они называют сёмгой. Так. Это, на самом деле, атлантический лосось, да? Так вот, запасы подорваны. В дикой природе уже не добывают. Они его выращивают в садках. Так. С огромным количеством антибиотиков, с добавлением гормонов. Да дай бог им здоровья, Норвегии. Это вам пример того, что в рыночной экономике люди, в общем-то, считать деньги умеют. А выбросить рыбу вот так, это значит, что ты деньги выбросил. Да в советские времена горбуша была только в консервах, её так не продавали никогда. Она действительно сорная рыба. Нет, её, собственно, и закатывали в консервах по стоку, поскольку она уже с нерестовыми изменениями. А, можно я даже... А, кроме того, что вы варить и закатывать консервы? Кто из ваших собеседников подтверждает эту версию, что её выкидывают специально, чтобы цену не занижать? Никто. Вот я говорила с производителями, они приводят два аргумента. Во-первых, цена якобы не упала по сравнению с предыдущим годом. А может, потому что рыба не доехала? Немножко даже выросла. Поэтому, если есть спрос, то... А может быть, потому что рыба не доехала? Я смотрел в вашем сюжете выступления людей, которые сбывают. Она говорит, ну нет, как бы ситуация не изменилась, цена не изменилась. Так рыба до Москвы не доехала. Вот если бы она доехала в 10 тысяч тонн, тогда бы она сказала, да, конечно, цена упала на 30%. Нет, она говорила про те цены, которые непосредственно там, на Камчатке. А, во-вторых, говорят, вот производителю... Как производитель мог выбросить рыбу с икрой? Это огромные деньги, и никто бы на это не пошёл. Хотя бы тоже взяли икру. Давайте логику ещё раз смотреть. Она говорит, что закупочная цена на Камчатке не упала. Стало быть, всё логично. Ты добыл 10 тысяч тонн, тебе надо продать 3 тысячи. 7 скинул и 3 тысячи продал по той цене, по которой продавал предыдущий год. Если ты 10 тысяч выкинул на рынок, естественно, тебе надо продавать её за 120, а за 45. Правильно я понимаю? Или у меня математика заблазила? Нет, вы думаете, что всё правильно? Мне кажется, здесь совершенно другая история. Представь себе, что у тебя полтонны рыбы. Полтонны рыбы, да? Тебе для этого надо 4, например, бытовых холодильника, чтобы сохранить эти полтонны. И как бы ты каждый год полтонны рыбы эти получаешь, и у тебя есть 4 холодильника и одна машина «Жигули». И вдруг приходит год, когда у тебя 5 тонн рыбы. Да. Холодильников у тебя 4. Раздай соседей. И «Жигули» одни. Раздай соседей. Так раздавали же. Раздавали же. Раздавали же. Раздавали же. Раздавали, да. Раздавали же на соседей. Ребята, вы поймите, проще один раз съездить и продать по той же зрелищи, чем ездить 5 раз. Я одного не могу понять, откуда она взялась, кто её добывал. Ведь подумать о цене должны были вот это вот, когда её доставали из воды. Так Розраболовство и говорило, что на 20% упадёт цена. У нас очень мало времени, поэтому я хочу понять, что с этим делать. Давайте блиц. Есть идеи у кого-то? Что с этим конкретно делать? Нужно послать всех чиновников Росрыболовства на курсы повышения квалификации. Спасибо. Ваша версия. Что с этим делать? Я считаю, что надо реформировать рыбную отрасль целиком. И что делать там? А конкретнее, потому что... А там очень много проблем. Выводить её из теневого сектора, устраивать всё-таки нормальный какой-то транспорт между Дальним Востоком и Москвой, чтобы рыба нормально поставлялась сюда. Устраивать нормальные условия для работы людям, которые там сегодня трудятся за копейки, между прочим, и не имеют доступа ни к чему, и не хотят трудиться за эти деньги. И так далее, и так далее, и так далее. Там масса проблем. Спасибо. Хотя бы частично вернится к плановой экономике. Плановой экономике? Да, чтобы рыбаки знали, сколько они могут выловить, а за сколько им уже не заплатят. Чтобы заводы предполагали заранее, сколько они... Ну, квотировали, да. Да, квотировали, да. Сколько они смогут эта рыба обработать, чтобы она не валялась. Чтобы знали, железнодорожники, как они это повезут. Всё ясно. Спасибо. Мне непонятно. Я не знаю там рыболовецкую ситуацию, сколько там ещё охотчих, порыбачих наших в водах. Но может, действительно, квоты продавались. А по поводу холодильников и складских помещений, представляете, не урожай. А аренда идёт, а холодильники простаивают. А железная дорога не получает денег. А они куплены в кредит. А платить нечего. А они куплены в кредит. То есть это тоже не выход. Тоже, да, ящик Пандора. Ты просил очень коротко. У меня всего три слова. Логистика, хранение, переработка. Всё. А может, кого-нибудь наказывать? Кто-нибудь скажет кого-нибудь наказать? Я не знаю этого человека. Злодеев нет. Надо разобраться как следует. У истории нет злодеев. Я согласна с коллегой. Введение частично плановой экономики, усиление ответственности, возвращение государства в экономику, увеличение роли государства в экономику. Это мнение блогера «Госплан», понимаете? Человек в интернете развивается. На самом деле я уже слышал про «Госплан», в каком-то смысле в некоторых регионах это предлагают. Я говорю, что иными словами, чтобы вот эту марксистскую идиллию немножко скорректировать. Прокуратура, Следственный комитет и ФСБ должны разбираться с этими ситуациями. Результаты расследования должны быть представлены и сделаны выводы. Мифические госпланы сейчас вводить, но это парадоксально. Мне кажется, рыболовецкая отрасль не справилась. В том смысле, что частный сектор не справился с этой отраслью. Это последствия вот этой конкуренции, безумной конкуренции, которая вот приводит к таким результатам. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо большое за вашу работу. Пожалуйста, занимайте свое место. У нас совершенно не осталось никакого времени. Я просто напомню, что у нас есть электронная почта, куда вы можете отправлять свои истории. И рано или поздно, если эти истории действительно окажутся важными и интересными, вы можете оказаться вот здесь вот на кресле главного героя и рассказать нам о них, а мы попробуем поздавать вам вопросы. Может быть, в чем-то с вами согласиться, а в чем-то нет. Как всегда, встречаемся в открытом эфире на телеканале «Звезда». Будьте с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok